В Сургутском районе поселения начали преображаться к Новому году. Администрация муниципалитета по традиции запустила конкурс на лучшее праздничное оформление придомовой территории. Какими будут населенные пункты Сургутского района в преддверии смены лет, где установлены елки и как можно будет провести праздничный досуг, подробности знает Валерия Кудрявцева. Белаяр уже начинает преображаться к Новому году. На площади рядом с Кольцевой развязкой рабочие устанавливают елку. Один из главных символов праздника начнет радовать жителей уже к концу недели. Чтобы собрать такую высокую елку, елка 10 метров. Чтобы ее собрать, нужен кран-манипулятор, для того, чтобы ее частями поднять. Нижнюю часть собирается руками. Все четыре части, она состоит из четырех частей, собираются на земле. Каждая из последующих частей ставится на нижнюю при помощи крана-манипулятора. А все остальное собирается при помощи обычных гаечных ключей. Позаботились в Белом Яру и о досуге жителей в праздники. В поселении зальют два катка. Один появится на стадионе. У нас, кроме этого катка, который мы заливаем, у нас есть еще каток на первой школе, на территории первой школы. Он в выходные дни с 9 до 7 вечера, он работает для населения тоже абсолютно бесплатно. По прошлым годам ставили елку и на стадионе. Не в прошлом году, а чуть раньше. Ну, почему-то относятся немножко не как к своему. То есть идет воровство. Там гирлянды украли, там елки разворовали. То есть хотелось бы, чтобы жители более ответственно относились к таким вещам. В Ленторе в этом году на центральной площади появился звездный городок. Горки, лабиринты не обошлось и без зеленой красавицы. В конечном итоге я вижу, что он получился у нас. В ночное время хорошо видно, когда и иллюминация, подсветка, значит и дети здесь, и взрослые гуляют. Поэтому я думаю, что у нас это удалось сделать. Далее, изначально мы поставили перед принимателями задачу украсить все киоски, магазины, торговые центры. Большие у нас торговых центров, 7 больших. Украсить новогодними иллюминациями, что удается. Но мы продолжаем, мы находимся где-то еще в середине пути. Сегодня на улицах устанавливаются елки, иллюминация. Уже четвертый год администрация Сургутского района проводит конкурс «Новогодняя сказка». С его помощью определяют лучшее оформление придомовых территорий многоквартирных и частных жилых строений. В рамках конкурса у нас предусмотрено две номинации. Первая номинация – это лучшее новогоднее оформление придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Вторая номинация – это лучшее новогоднее оформление также придомовых территорий частной и индивидуальной жилой застройки. Конкурс уже объявлен. Прием заявок у нас состоится до 8 января включительно 2024 года. До 18 января фотографии новогоднего украшения придомовых территорий пройдут отбор конкурсной комиссии. Один из главных критериев – наличие украшенной елки. После работы выставят на сайт и с помощью народного голосования определят победителей. Они получат денежные сертификаты на благоустройство двора. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-24, Сургутский район.